Физкульт привет, друзья и ученики! Я снова в гостях у Стефана, и Стефан отвечает на ваши вопросы, которые вы присылаете мне в комментариях. Поэтому не забываем ставить лайк, писать ваш вопрос в комментариях и обязательно делиться данным видеороликом и всеми другими в своих соцсетях. Сегодня интересный вопрос, который, кстати, мучает очень многих, и Стефан вам интересно и подробно на него ответит. Спросите, пожалуйста, у Стефана, есть ли у него данные, которые подтверждают, что действительно отказ или нагрузка, близкая к отказу, выбрасывает тестостерон, который повышает естественный уровень на какое-то значение. Насколько я знаю, таких научных данных нет, и наука не может подтвердить гипотезу, что этот некий выброс действительно существует, повышает синтез белка и сильнее запускает анаболические процессы в организме. Если у здорового человека и так уровень гормонов выше средних значений, для чего ему это вообще нужно, этот лишний стресс, и какая-то выработка гормонов, о которых в числах мы ничего не знаем. Ведь если речь о науке, то должны быть исследования и цифры, показывающие, дескать, смотрите, нагрузка, близкая к отказу, заставляет эндокринную систему выбрасывать больше таких-то или таких-то гормонов. Но, насколько я понял, наука об этом на сегодняшний день ответ дать не может. Стефан, так ли это? Действительно ли наука не может дать ответ на такой простой вопрос? Здравствуйте. Напоминаю, что вышли в свет две мои книги о женском тренинге и о мужском. Настоятельно рекомендую, если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга, питания, приобрести эти книги. Они довольно-таки доступные, но информация, собранная в них, колоссальна. Особенно, если вы инструктор или хотите стать тренером, взять на себя смелость, ответственность тренировать других людей. Вы обязаны изучить данный материал, просто хотя бы даже для ознакомления. Не забывайте, друзья, делиться в соцсетях моими статьями и видеороликами. Это лучшая благодарность от вас к каналу. Здравствуйте всем, это хорошая тема, но, к сожалению, наш друг, наука, уже давно это доказал. Есть исследования. Есть исследования, есть разные. И примерно две недели назад у меня сейчас предмет, как проводить исследования, читают. Это research methods, называется по-английски. И у меня 20 студентов, и что я делаю в этом предмете? Мы два раза в неделю, пять часов сядем в комнату и просто читаем сами последние исследования. И один из моих учеников там это спрашивал. И у нас платный ресурс. И что я могу сделать? Я не могу дать ссылку, потому что это платный, как я сказал. Но я могу дать название, надо все это, как вы могли найти то же самое исследование, чтобы вы прочитали. Сами найдете, прочитайте. И мы вставим вставочку такую, с этим исследованием вы будете видеть. Видеть фото от где-то распечатания этого исследования. И что показал? Уже есть старый исследование, Дамсёку тоже, и новый, который подтверждает. Что они посмотрели? И когда сделать, и даже интересный вопрос, потому что когда скажут максимальные упражнения, если сделать только один повтор максимум, это максимальный, правильно? То есть один раз, пожалуйста. Один раз, максимум вес, это максимальный, да? Разовый максимум. Но затем это не помогает, что выделяют гормонов. Это даже исследование, которое я читал, если сделать два раза, максимальный не помогает. А что должен сделать? Должен сделать примерно 8 повторений, либо 10 повторений. Поэтому, как Силуэнович скажет, стресс должен быть побольше. Поэтому это не просто от отказа, но затем, чтобы ты держал этот отказ. Чтобы ты немножко находился под нагрузкой. Под нагрузкой в определенное время. И это те тени, которые ты продолжаешь под нагрузкой, и тогда больше гормонов выделяют. И даже есть исследование, очень хорошее, которое я читал уже, это в прошлом году вышло. И они посмотрели, как именно тренировка для гипертрофии. Примерно где-то идет до 10-12 повторений максимумом. И тренировки на стронгмен. На силу. На стронгмен, знаешь, стронгмен для стронгмен соревнований. И посмотрели, что для гипертрофии увеличивает концентрацию гормонов. Выделяет больше гормонов, чем стронгмен. Даже стронгмен вес побольше. Но почему? Потому что вес побольше, но ты держишь короткое время. И поэтому... Нет необходимого стресса, чтобы гормоны выделились в кровь. Есть стресс, но стресс короткий. Ты сделаешь, допустим, 300 килограммов, аааа, 5 секунд и закончил. А человек держит, например, сделает приседание, 200 килограммов, меньше чем 300. Но затем 10 раз продолжает примерно, как Силенов скажет, 30-40 секунд. Это даже, наверное, будет приседание, 200 килограммов 10 раз, это, наверное, даже минута может быть. Это очень хорошее. И я дам фотки, где вы могли все это прочитать. Но я сделал какой-то отрезок, чтобы результат, чтобы вы видели именно тестостерон, там будет на английском. Но чтобы... Но хороший вопрос. Люди обязательно спросят, а почему они эти все исследования платные? Ну, понимаете? А как мы должны кормить нашу семью? Поэтому они платят. Мы работаем в университете. У нас есть, допустим, сегодня, это страшно, но затем именно Америка, например, они все капиталисты. А как ты хочешь, чтобы я принес 10 спортсменов сюда, сделаю расписание, чтобы они были три раза в неделю, тренировали по программу, который... Я не знаю, если будет, даст результат или не будет, и все это будет бесплатно. Никто не будет, понимаете? А кто будет платить наш налог, все будет платить наш еду и все это. Поэтому это надо понимать. А что мы делаем? Мы для вас помогаем вам, потому что это... Каждую статью, которую я говорю, примерно стоит 50-60 долларов, каждую. Каждую. Поэтому это бесплатная информация. Поэтому лайки сделают. А, кстати, вот последнее исследование, которое ты читал, оно кем было произведено? Это разные PHD. Я с головы не знаю имя, но один очень известный. Университеты, да, это делают? Нет, это большой университет с большими учеными, молодыми учеными. А Крамер, Уильям Крамер, просмотрите это. Уильям Крамер, один из самых известных тренеров в Америке. Он впервые начал это сделать. И даже Силуянов, когда мы читали семинары в Бразилии, уже 10 лет назад мы использовали это исследование. Это было все это начало, как все это посмотрели. Это Уильям Крамер, посмотри. Это очень известный. И даже бесплатно ты найдешь. Информацию. Попасти. Тестостерон, strength training, надо на английский, конечно. Слова подготовка и как выделять тестостерон. И Уильям Крамер, и, наверное, несколько бесплатно ты найдешь. Так что, друзья, давным-давно наука доказала, что силовой, грамотный, научно обоснованный тренинг способствует выбросу анаболических гормонов, если вы ко всему подходите с головой. Еще, и не только тестостерон, а гормон роста тоже. Да, у меня скоро будет вебинар вместе с нашими друзьями из лаборатории Витару Николаевич, примерно, я думаю, до конца этого года. И обязательно посмотрите все эти вебинары, и тогда я все этот результат, все покажу с таблицами, как сделать, как выделяют, как они сделали. Ты подготовишь вообще уже все подробно. Очень, очень подробно, да. И тот же самый семинар я буду читать в Бразилии уже в декабре. Уже в конце декабря я уже лично. Я уеду, да, специально там читать лекси, а в Бразилии-то на большой аудитории. Тогда еще вот последний вопрос. Ты сам затронул тему тестостерона и гормона роста. Я слышал, что чем более силовой тренинг на меньшее количество повторений, но все равно где-то на 6-8, больше выбрасывается тестостерон. А если удлиняем количество повторений, ну, соответственно, время под нагрузкой, то больше гормона роста. Это правда или нет? Это есть и то, и другое. Но поэтому сейчас не могу 100% доказать. Давай еще ищу именно по длительности. Потому что, что я могу конкретно сказать, что если ты делаешь примерно 8 упражнений на 10 повтор максимум, большие группы мышц, например, грудь, ноги и спину, и сделать 2 минимума упражнения каждой из этой группы и выделяет гормон примерно 4-5 раз больше, увеличивая. Чем больше количество мышечных групп ты задействуешь, да? Да, и тем больше время под нагрузкой, примерно это 10 повтор максимум. Поэтому, когда на максимальную сделку, меньше 6 повторений не помогает, потому что в исследовании, которое я читал, они делали максимальный вес, они делали 8 повторов, 8 подходов, каждые по 2 повторений, и гормон не выделял. Не, потому что стресс высокий, но короткие времена. Так что, друзья, особенно если вы тренируетесь натурально, для вас эта информация актуальна. Старайтесь как можно больше 3-4 мышечных группы за тренировку прокачивать. Это будет сказываться на общем тонусе и на общем росте и силы, и мышечные массы гораздо лучше, если вы будете качать 1-2 мышечные группы, да? Да, можно 2 группы мышец, но 1, если только профессиональный, тренируюсь каждый день, только как Барри Билди. Но если ты любительный, даже 2 или 3, если не получается количества стимул, стимулы, все это гормоны. Спасибо, Сефан. Так что, друзья, обязательно делитесь данным роликом в своих соцсетях. Увидимся в следующий раз. Давай. Друзья, спасибо, что смотрите, спасибо, что присылаете ваши вопросы, это очень и очень важно. На многие я снимаю вот такие видеообзоры и нам все отвечают в комментариях, если это адекватные вопросы. Увидимся, как всегда, в канажерном зале. Не забывайте делиться моими роликами в своих соцсетях, ставить лайк или дизлайк, обязательно написать в комментариях. Все это помогает, и это лучшая благодарность от вас, и мне, и каналу. Увидимся, как всегда, в канажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы. Без травы.